всем привет вы на канале бурран гараж 35 это будет очередной бложек сегодня будем на не до x8 устанавливать отвал там стоит отвал новую лебедку и поставим доп свет свет у нас будет прошлом выпуске показывал это фары от военной техники бтр брдм грубо говоря только что на их нету 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 это света маскировки ну то есть просто фары фары стояли вот на этом кофре ну то есть он спереди кофр кофру я показывал в прошлой серии был установлен криво так как у нас сделан был прежним хозяином вот такой кенгурят ник 150 швов сварки и углы сделаны отводами ну тут тоже самого скорее всего был отвод и варен еще до видите стык варен еще кусок трубы фары на закрепить где-то вот в этом месте то есть если закрепить прямо сюда на багажник то уже кофр получаться слишком далеко уходит туда то что я сделаю я щас от пиля каю отпиляют как эти все самодельщики говорят отпиляют вот так и варю сюда кусочек профильной трубы толщиной 2 миллиметра как бы сделал поперечину и уже к этой поперечине будем крепить фары соответственно сюда же закрепим кофр кофр проделаем здесь пару отверстий и закрепим прямо на это место если фары будут трястись то сделаем еще кронштейненький ну два кронштейна чтобы они не тряслись прямо к кофру завяжем их и все и кофру будет жестче и фар не будут трястись сняты передние колеса прокачивали только что с товарищем тормоза вроде все прокачалась но прокачка тормозов на квадриках и на мопедах на мотоциклах это для больная тема как-то вот так вот еще начинаю делать начинаю делать и покажу буду немножко процессе показывать по фарам они будут родная лампочка у них вот такая я не знаю как этот цоколь даже называться и она по моему даже 24 вольтово но должна быть 24 вольтово потому что это техника грузовая но это он сказать грузовая дадут мне 12 вольтово 12 вольт 50 ватт но поставим мы сюда то есть эти фары будут просто как ну декоративно и хозяин попросила сделать в них просто светодиодной лампочки вот у меня было в запасах вот такой цоколь и вот такая лампочка принципе я завтра магазин заеду куплю куплю такой цоколь новый сразу разъем и лампы такие и всего на сюда все нормально остается все штатном закрутиться просто чик подсоединился и подключим его прямо просто включаешь габариты то есть загораются здесь габариты тоже здесь светодиодная сделано габариты и загораются фары просто как декорация парни любой каприз за ваши деньги хочет хозяин так сделать сделан так и еще в прошлом прошлый раз я не смог закрутить сюда болтик потому что там кончилась резьба и это починил так сказал хозяину не сделал приедешь ставить лебедку все доделаем все сделал вот он приехал ставить лебедку с отвалом и надо вычинить доделать придется еще она ну ладно дам до лебедки доберемся там уже дальше покажу но придется делать новую площадку под лебедку так как лебедка стояла всего лишь если вы так заглянуть вот на этих двух болтиках так как этот бампер не от пятисотки но это парни это пятисотка но это не до x8 то есть морда у его от x8 а все остальное это c500 вот такой старенький он должен быть с этими с большими такими можно сказать овальными фарами но наверное я так думаю что раз бампер стоит тоже примерно верно плюс-минус от x8 или от чего-то то старый хозяй куда-то настоящий всадил мордой и загнулся бампер все разбилась и он поставил такую мордашку принципе сделано неплохо виду дает вообще нормально нормальная тема красиво смотрится вот кроме вот этих пустот как бы ну в принципе ничего не выдает что тут какой-то колхозинг нормально сделан четко можно поставить ему вать за это как-то так все начинаем делать и дальше процессе будут чего-нибудь покажу ну и получилось как-то вот так то есть поперечина из профиля как и сказал у нас 20 на 40 двух миллиметровый такой профиль бывает полторашка было двух миллиметровый варил закладные чтобы не сжимала профиль когда буду затягивать фары фары еще не прицеливал но плюс-минус плюс-минус будет нормально надо сейчас прикрутить фары и чтобы выставить кофр и закрепить кофр прославить под него отверстие под лебедку под крюк и варил анкер ну и заодно будет это же ухо про ужина будет сейчас буксировочная так скажу если надо будет чтобы не за лебедку на прям тягаться и будет висеть здесь крючок все здесь крючок тут подварил все с прежнего хозяина было просто тут я не знаю один шлаг короче тут ничего нету и с этой стороны тоже пришлось почти до низу тут все право то есть трубки не было все зачищены то есть он варил варил на на чистом чистом тут грубо говоря фольга было сейчас более-менее нормально так и решил сразу поставить на место лебедку на место лебедку но она у нас вот в эту щель не проходит не проходит и надо сейчас откручивать бампер но бампер в любом случае откручивать потому что надо вот залезти под капот вывести провод во первых на фары подключиться и соответственно провода лебедки сейчас будем снимать капот но сейчас сначала прикину фары прикреплю кофра а потом уже будем снимать капот и вот в этом месте так как бампер у нас не не местные то болтком здесь не прикрутиться отметил чертилочка сейчас когда сниму бампер там вырежу и варю сюда и какой духа шайбе то и восьмую просто две шайбы приварю закладной гайкой то есть и вот еще одна точка крепления по площадке лебедки тут крепление вот только на этих двух поперечинах и на двух болтах и болты в принципе подходят подходят подходит подходит думаю ставлю также все может быть еще добавлю один болт то есть третий чтобы было чтобы лебедку не разворачивал то площадку третий болт добавлю и строчки вырежу уголок вот такой сделаем и сразу отверстие сделан для 3 точки опоры кронштейна лебедки ну и соответственно усилим вот эту конструкцию как-то вот так принципе уже все готов чем тут нормально нормально получилось шоточки ничего не стал чистить потому что варю полуавтоматом швы нормальные можно сказать сварщика бога на маленько по-домашнему пары крепко не шатаются ничего с кофром ничего придумывать изобретать велосипед не стал обычно они кредит ну все кофры крепят такие кронштейны но я взял прямо к багажнику приварил 4 болта обрезал их по длине закрутил в полпачкового гаечки все четенько все держится а и переклипал верхнюю али мишку она была на саморезе как делал на заклепочки чтобы смотрелось более эстетично она была вся окисленно покрасил и кофр у нас сусанин club кострома 50 регион может быть хозяин будет смотреть вот ваше ваше чудо чудо кофра встала сюда нормально и тут местечко осталось можно сюда что-то положить будет открывается закрывается еще бы неплохо бы было поменять вот эту резиночку лопнула может быть на посмотреть тайговску тайговску резинку она должна в принципе они тут набор пихи немножко друга тайговская резинка нормально четко встала но у меня по моему нету на посмотреть посмотреть если есть наличие инсталируем сюда вот вот нормальненько функционально даже под замок есть скважина так любят куча не установил все демонтируют бампер и будем заниматься установкой лебедки на место еще придется чуть поварить так снял капот снял как я сказал да и вытащил старую проводку силовую которая шла от старой лебедки получается снял ну бог снял и придется ее ставить обратно почему потому что производители лебедок рунва да в комплекте шли силовые кабеля так сечение будет более-менее нормально но по сравнению вот с этими тут на квадратов 8 тут на на квадратов 10 по электрике если считать если не 12 а здесь 10 вот положили два провода длинных и вот два провода длинных то есть я прицелил их сюда уже хоп 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 и вот так вот вообще напрямую даже то есть их не хватает так так что парни производители может быть это видео посмотрят производители рунва или официальные дилеры напишите парни на завод чтобы они добавлю блин хотя бы но вот эти до кабеля они такие длинные не нужны то есть по сути дела вот эти вторые кабеля это у нас идет от акклиматора до вот того блока до который он там лежит то есть они нужны вот как на старой проводки были вот вот такой длины сантиметров 20-30 больше не надо вот вместо этого чтобы делать вот эти два дополнительно длинных да так вы лучше добавьте к одному из кабелей который должен идти на лебедку добавьте еще с ней полметра то есть лучше лучше сделайте длиннее чем вот так вот все вынял всю проводку можно было не вынимать знал бы прикуп жил бы сочи то есть сразу бы оставил я и хотел сразу оставить вот эти провода но получается блок я не думаю я думал что припаян разобрал блок они откручиваются я думал сначала припаян поэтому я их и вынял как вот так то есть парни рунва лебедка вроде сделано нас ты не знаю как она работает но комплектация нормально то есть болтики болтики с нержавеечки положены для крепления все как надо то есть пультик 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 вас вообще нормально четко делаете нажимаешь кнопочку включения пульт включился пульт выключился батарейку не слабо веревочки тут тут ленточка шайба упорно блочки нормально сама лебедка более менее нормально удобная ручка переключение свободного спуска вот но блин пацаны вот так вот обламываться с проводкой это вообще что-то с чем-то как то так и это стандартный вездеход пацаны кто будет покупать да например квадроциклисты рунгл готовьтесь сразу или покупать дополнительный кабель ну или спаивать вот эти кабеля ну в принципе можно еще как бы бог вот этот блок куда-то сюда вот закрыть но тут тоже на цехе ну нету места для него он должен штатно туда устанавливаться в ту нишу не штатно тут должен акклиматор быть обычно блоки вот на эту стенку как-то так ну или там вот как-то так то есть такой косяк имеется придет сейчас протяну обратно эту проводочку но она и получше будет то есть тут и сечение побольше сечение побольше ну и длина соответствующих до производителя опять же лебедки можно можно конечно сечение проводов увеличить но это как совет чисто от пользователя то есть все вроде делайте красиво упаковочка все пакетики все все четко но вот на такой фигне сэкономили и уже как бы уже какой-то негатив маленько есть вот как-то так зачем блин тут экономия небольшая экономно экономия должна быть экономной но не в не в не в таких случаях на руль тоже пультик поставил так стоять нормально принципе удобно как вот так сейчас остается тут проводку кинуть и кинуть проводку к парам от фар сделать проводочки куда-нибудь сюда завести их и подключимся подключимся вот к этой фишки это у нас вот вот этот фар фишкам от габаритов как говорил лампочки светодиодные будут потребление маленькая поэтому ничего страшного предохранитель там наверно стоит на 10 ампер приходите выдержит а и вот еще пришлось отпилить здесь были уши получаться крепление ловушки как-то вот так они были и получается так что рамка была как бы чуть повыше не наоборот рамка была чуть пониже чем надо и но если вот туда заглянуть на площадке лебедки идет крепление для блочков и получалось так что лебедка находится ниже и про уши на ниже а вот это вот этот кронштейн там выступают и получаться бы тросик ездил бы как раз по этому кронштейн поэтому отпилил до конца вот эту срань не стал убирать потому что здесь я говорю здесь очень тонко трубасто прежний хозяин когда этот бампер варил варил обычным электродной сваркой и тут парни один шлак грубо говоря не стал ну немножко подровнял сейчас покраситься не так сильно заметно вот вообще бы можно было варить сюда профилек новый но к сожалению в гараже не трубы ничего и профиль вот последний профиль был вот этот все все остатки спилил поэтому надо будет прикупить чтобы был всегда в запасе а так бы до попереченку бы нового варить и было бы все красиво и остается мне приспособить отвал закрепить вот ту площадку вот вездеход и и и и пацанам шиномонтаж отдать два колеса то есть передняя и вот это задние колеса травят травят они не проколоты но травят по борту те два колеса я уже в прошлый раз переделал да по моему одно какое-то из них три по моему задние вот это переделал тоже травила по борту на квадриках стравливают колеса по борту это частая проблема потому что ну кто ездит нормально грязь да тот знает что что в грязи нужно травить колеса то есть стравливают колеса и по борту набиваются постепенно набиваться песок а потом потом покрышка начинает тро бить а бывает вообще грязи просто-напросто кто ездит вообще на низком давлении грязи просто-напросто колесо разувается и получаются полная полный диск грязи там его плюс-минус почистят немножко преснут кто чем-то в дэшки кто у кого есть газовый баллончик газа кто-то с бензика маленькая и взрывает колесо но заскакивать на диск кто не знал посмотрите кто не знал на посмотрите возьмите себе на вооружение любой любое горющее вещество если у вас колесо разулась чуть-чуть буквально бензинчик это буквально но если поступка меряй пол стопки брызнули диск стопку можно брызнули лишь как бы в покрышку прокатнули и аккуратненько зажигалка подожгли покрышка взорвется и заскочит на диск если если даже нету насоса то после такого взрыва колесо будет накачано это если нормально получилось взорвать а я была получаться так что и покрышка не заскакивает то есть с нескольких не с первой попытки получается как-то так так ладно сейчас уже время утра я работаю всю ночь потому что не сегодня на вечером отдать выходные пролетели незаметно лучше бы выходной поработал сегодня воскресенье лучше бы выходной поработал сделал бы см не спеша я так всю ночь ковыряю сейчас магазинчик откроется съезжу куплю светодиодные лампочки и коннектор ну два разъема чтобы подключить фар можно будет даже в принципе заехать на металлобазу купить кусочек профиля и варить новый круг а можно не посмотреть по обстоятельствам ладно все выключать и показы уже парни вообще конечный результат по уже с отвала если не будет никаких косяков от отвала но отвал ради не чаш на сделал съездил только что магазин купил две вот такие лампочки изнутри я в чем прикол нажимаем она упакована нажимаем прикольная тема лампочки маяк на обычно светодиоды троте сейчас ставим в одну пару посмотрим как работа все готов чинка сейчас поедем отдавать лебедка с пультика отвал стелс квадрик цех мото не до x8 на 2 парни жить жидкий кардика на первых амортики не работать и такой кольчик как-то так он поворот поворачивается эту штуку можно переставлять на эту сторону вот и отвал по моему 14 или 15 тысяч стоил ну как бы вот сам отвал лопата сделано нормально она штампована с роганами жесткости принципе прикольно сделано а вся остальная рама жидкая как говно мы немножко его приподнимаем есть такая ручка это доп опция на стоит что там 2 2 500 доп опция быстро съем быстросъемный комплект от вала d500 вот так берем дергаем за ручку раз и отвал у нас может выехать под вездехода чтобы поставить чуть-чуть беремся за ручку примерно верно там попадая можно одному это все телефону другой рукой помогать и вот так раз и закрывать но двумя руками это будет удобно и если то есть из пультов перекольно прикольно но кусок говно так опалом все побаловали побаловались искать крюк крюк скидывал цепляем его на новое место на его на законно подтянули лебедочку дальше включаем зажигание и вот такой у нас получился свет то есть тут простые лампочки светодиодные но они светят в принципе принципе погасим свет примерно верно прикинем вот так немного световать них чисто как бы попросили сделать декорации сделали декорацию вот так подключена не просто раз габарит и ков переставил кофе мы уже показывал да то есть и сделал новой тайготской резиночки закрывался проводку проводку как и сказал от новой лебедки вон провода все провода подключены от старой лебедки потому что от новой лебедки просто-напросто не хватает проводов поэтому производитель лебедок рунва вам большой минус за то что вы делаете провода в принципе бессмысленно один провод два провода длинных лучше бы сделали один чуть покороче а другой чуть подлиннее и было бы все четенько как то так пультик прикольный пультик с вот сейчас он работает сейчас работа и через минуту если 5 минута бездействия он сам выключается как то вот так так все парни на этом все поехали отдавать время уже ночь клиент приезжал вечером но мы немножко не успели доделать поэтому поедем его сами сейчас везем на прицепе на этом будет все мы будем заканчивать этот божий подписывайтесь на канал оценивайте видео делитесь друзьями парни все всем удачи всем пока